ВОЛОДИНА 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 Рудкий удар страшнее, чем Великую Отечественную войну. В ключевых русских областях каждый шестой погиб в результате либерального эксперимента, именуемого воровской криминальный капитализм. Они боятся, что эти территории будут растаскивать и не в состоянии будут управлять таким населением. Если посмотреть призыв Путина войти в пятерку, мы его проваливаем с треском, а это политический кризис. Социальная угроза. Раскол-то он, просто сумасшедший. Возьмите за полгода три главных олигарха 840 миллиардов хапанули. Вся программа Путина на пять лет по науке стоит на 200 миллиардов меньше. Кто нам мешает принять закон о прогрессивной шкале? Технологическая угроза. Она вообще страшная. 90% станкового механизма и все остальное мы закупаем за рубежом. Производим на 4 доллара на человека вычислительные техники. Один костюм на 70 мужиков шьем. Какой перекос в стране, собственно говоря, в экономике? Первое место не газ, золото, алмазы, лес, черноземы, а в результате полстраны нищий сидит. Что касается человеческого потенциала, 49 место. Смотрю вывод, почему нас поставили. Потому что у нас много нищих и у нас короткий промежуток жизни, короткое время жизни. Военная угроза. Сломали всю систему сложившихся. Новая не выстроена. Нужны огромные средства, чтобы выполнить то, что представлял Путин. Но у нас сажается программа на эти цели. Спросите честных военных. Вам каждый институт скажет об этом. Санкционная угроза. Нас обложили со всех сторон. Мы должны просто сопротивляться активно этому. Ну и олигархическое. На мой взгляд, самое страшное. Создана абсолютно уродливая система, за которой нет никакой жизнеспособности. Ее надо умно и грамотно менять. Я считаю, что Путин имеет реальную возможность для этого. Но я не знаю, кто его отгородил от регулярных встреч с лидерами фракций. Он собирает правильных губернаторов, своих министров, но все они его подчиненные. Он любого из них может завтра выгнать в течение пяти минут. Встреча с лидерами партии – это прежде всего настроение общества. А когда они в состоянии даже его изложить в ходе выборной кампании, когда 15 депутатов пишут ему официальное письмо, нельзя разрушать совхоз Ленина, убивать народные коллективные предприятия, мы два месяца не получаем никакого ответа. Когда мы отправили во все силовые ведомства, а расширяется эта сфера для того, чтобы захапать еще и одно третье предприятие, даже на лучшее хозяйство, которым недавно Кашин руководил, и то лапы наложили, и никакой реакции. Мы же к вам обращались, вы тоже обязаны принимать соответствующее решение. Добавьте немножко, сейчас завершаю. Добавьте время. По Иркутску Левченко сумел вывести область в первую десятку по темпу. В два раза темпы выше мировых, которые требует. Решил впервые проблему госпланом. Создали программу на пять лет вперед. Впервые 300 банд, которые раньше вырыбали леса, поставили на учет и стал элементарный порядок наводить. Платили год назад полтора миллиарда налоги, заплатили 10. И вот эти 8 миллиардов, которые он вырвал из пасти этих мерзавцев, сейчас начали работать. Этого садите, это преследование. 100 сюжетов по телевидению. Обращаюсь официально. И Добродееву, Ирнсту, и всем вам остальным. Неужели вы лишены всяких норм и правил этического поведения? Ведь когда случается беда, народ сплачивается, объединяется, принимает решение. А сейчас вот давайте утопим еще и руководителя со всей командой. Придут очередные мерзавцы и будут дальше разворовывать область и так далее. Беда обрушилась на 8 районов, 200 на 300 километров, 109 населенных пунктов. 5,5 тысяч домов требует капитального ремонта. От 500 даже не осталось и фундамента. 3,5 тысячи находятся в диком состоянии. Вот приедем мы в сентябре и проверим, что там будет. Я всю жизнь стройкой занимался. Первый орден получил. Спецстроя работало 500 тысяч. Байконур за два года построили. Ракетные базы строили и прочее. У нас нет его. Братсгостроя работало 106 тысяч. Могли решать любую проблему. Нет его и так далее. Чтобы там это отремонтировать и сделать за два месяца, во-первых, там еще не высохнет. Вы определитесь, откуда. Откуда взялась волна, которая смыла ваши дамбы. Вы разберитесь до конца. Никто в этом не разбирается. Надо поблагодарить Мутко. Он там мотался, что-то хочет делать. Договорились обсудить все проблемы. Но это проблема, которая должна решаться на общенациональном государственном уровне. И решаться так, чтобы люди были довольны. И завтра их снова не смело. А это требуется и технологий, и времени, и огромных ресурсов. Белоруссия готова помогать. Морксва готова. Питер готов. Мы восстанавливали Ташкабад, Ташкент, все остальное. Но это катастрофа, которая постигла огромные области, тысячи людей. Давайте складывать усилия, чтобы ее решать. У нас с вами в следующем году 75 лет победы. Предлагаю посадить Сад Победы, Сад Памяти. В 27 миллионов деревьев, чтобы нас помнили и не забывали, что мы действительно поклоняемся победой. А мы еще отметим и 140 лет Сталину, и 150 лет Ленину. А вам желаем хороших каликул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова